Я устала молчать. О чём я? Скажите, что это за холера? Чем она заболела? Может, она вообще заразная, как это? Надо от неё отписываться? Нет, не надо отписываться. Сейчас я расскажу вам историю. Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас разбор моей косметички. Начнём с основной косметички. Что у меня там находится? Это находится на подоконнике у меня. В общем, начнём с основной косметички. Давно видео не записывала. Сейчас буду заикаться, запинаться и так далее. Начнём с основной косметички. Что в ней находится? Первое. Это пудра компактная. Спонжик, зеркало. Она прямоугольного вида. Прямоугольной формы. Вот такая вот зеркальная. Вон вы. Видите, да? Вот в таком чехольчике. Я не знаю, почему я не достаю из этого чехольчика. Ну, как она продавалась. Вот так я оставила. Потому что, ну, подсрапается вот эта зеркальная поверхность. Мне как-то жалко её доставать. Это маковская, вот такая вот маленькая. Кисточка тоже очень маленькая и очень-очень удобная. Но она засохла чуть-чуть. Уже вот такая вот. Ну, очень удобная. Очень хорошо прокрашивает, не склеивает. А вот эта маковская тушь, мне она не нравится. Знаете, почему? Во-первых, у неё большая щётка. Типа, для объёма. Она вообще неудобная для меня. Она неудобная. Потому что вот большая. Она вот в уголке не прокрашивается нифига. Ну, как-то... Короче, мне не нравится она и всё. Я этой тушью пользуюсь лет пять, наверное. Я поражаюсь. Она не склеивает, не утяжеляет. Вообще не чувствуется на глазах. Представляете? Это Amway. Реально пять лет пользуюсь. И она меня радует. Мне нравится вот эта подводка Bourjois. Кстати, я накрасила сегодня ей. Она вот такая вот маленькая кисточка. Довольно-таки маленькая такая, маленькая. Но она удобная. Прорисовывают уголочки. Вот эти все стрелочки тоненькие. Что ещё у меня в основной косметичке находится? Это обязательно от прыщей. У меня даже их два. А ещё, кстати, третьи в сумке. Очень хороший весь. Весь. Очень хороший весь. Очень хорошая вещь, девочки. Советую. Арифлейм. 300 рублей где-то стоит с чем-то. Не помню. На дневной макияж, на какой-то вечерний макияж. Ну, надо ведь скрыть синяки. Вот. Представляю вам от Amway. Консилер. Она идёт с зеркальцем. Вот такая вот упаковочка. Как правильно держать? Вот так вот. Вот такая упаковочка. Какой цвет, я не помню, если честно. Но смотрите сами. Ну, я брала персиковый. Чтобы как бы синяки закрашивать. В нашем макияже, девочки, что главное? Это брови. Правильной формы брови. Как нарисуешь, так и нарисуешь. Так и тебе будут относиться люди. Рисуешь брови тенями там или, неважно, карандашом. Надо их уложить. Надо их зафиксировать. А чем зафиксировать? Либо гелем, либо вот таким карандашом из воска. Литуаль вроде бы, не помню. Да, литуаль. Так, что у меня ещё в основной косметичке? У меня почему-то в основной косметичке две кисточки. Это для бровей. Ещё у меня в арсенале, в моей косметичке в основной, вот такая маленькая, хотела сказать, пудра. Ну, ну, скажи ты уже нормально. Хватит пить. Чё, давно не снимала, всё, пи***ц пришёл. Ещё у меня в основной косметичке вот такая маленькая кисточка. Для чего я её использую? Чтоб хорошо припудрить под глазами вот здесь, я её вот использую. И вот здесь, сверху. Вот такие тени. Одни тёмные, а другие светлые. От Анастасии. Анастасии. Пожалуйста. Фокус. Фокус. Вот. Не знаю почему, я на Новый год, но я этот купила подводку для губ. Золотистую. А я её применяла на глаза. Вот такая от NYX. От NUX. Как говорят некоторые. От NYX. От NYX. Она такая золотистого цвета. Ещё у меня в основной косметичке хайлайтер? Хайлайтер называется? Ну, такая штука, как называется? Хайлайтер? В общем, у меня будет хайлайтер. Хайлайтер. Ну, так и написано, чё, правильно. Хайлайтер. Сияние для лица. Всё правильно. И три оттенка маковских, маковских теней. Это белый, чёрный и синий. Ну, перламутровый чуть-чуть. Этот матовый и белый перламутровый, вроде бы. В основной у меня косметичке остаётся карандаш вот такой для бровей. Коричневенький. Коричневенький. И щёточка на другом конце. Очень удобная. Ну, то, что два в одном. И карандаш, и эта щёточка. Я не знаю почему, но мне не нравятся бледные цвета помад. И я выбираю яркие цвета помад. Одна у меня вот такая красненькая. Прям вообще её люблю. А вторая у меня такая винная. Тоже крутая, согласитесь. Вообще. Вот, смотрите. Матовая. Вообще прикольная. Обожаю их. Не знаю. Вообще люблю. Прям не могу. Так, в принципе, в основной косметичке мы посмотрели всё. Из другой косметички, не основной. Где там хлам валяется. Надо некоторое выкинуть, в принципе. Давайте начнём выкидывать. Это точно давно надо выкинуть. Она вообще стрёмная. Во-первых, она стирается очень-очень стрёмно. Во-первых, она сыпается, как не знаю кто. Вообще. Отстойная тушь. Она вроде бы как популярная. Она вроде бы как и продаваемая. Но она сыпается. Мне реально она не нравится. Вот стой. Крем для глаз. Ну, в общем, она мне тоже не нравится. Я её выкидываю. Гель вокруг глаз. Тоже непонятно, зачем я её взяла. Непонятно, что она делает. Тоже в отстой. У меня тут целый батальон карандашей. Вот такие вот разные фирмы. Разные ценовые категории. Это у нас MAC. Это у нас Ariflame. Это у нас переход метро. О, кстати, ещё тут тушь есть. Тоже отстойная. Хотя мне хвалили её вроде бы. Да, её вроде бы. А нет, другую хвалили. Сейчас покажу. Я решила попробовать несколько серий. Ну, в плане того, разные кисточки и так далее. Решила попробовать такую силиконовую кисточку. Большую. Объёмную. Непонятную. Она мне тоже не понравилась. А вот, кстати, мне посоветовали. Уфа, вообще шикарная, удлиняет там и так далее. Бери-бери, короче. Я такая взяла. И она такая отстойная и вообще высохла. Ну, так-то она симпатичная. Щёточка вот как бы поудобнее, чем вот до этого я показывала. Она поудобнее вот этого. Изогнутая чуть-чуть. Как ложечка такая. Ну, блин, она засохла. И она вроде бы комкуется. Тоже в отстойную. Мат какой-то. Мат. Подводка. Она идёт глянцевая, стрёмная. И она оставляет следы. Это когда вот так вот моргаешь, да, и потом вот, короче, выше следы оставляют. Вообще отстойную. Тоже давно её надо выкинуть. Так что тоже в отстойник. А, ещё, кстати, ещё вспомнила. Я покупала для переплощения синюю-синюю тушь. А, вспомнила. Не для переплощения, а ссылочку оставлю. Школьный макияж. Чё-то такое вроде бы. И я раньше любила красить на дискотеке на какие-то синие тушью. И, кстати, сейчас такая наткнулась такая в шоке. Я это купила говно, да? Это я купила. Это я... Это не я купила. Меня заставили. Там продавщица такая. Это хорошее. Берите, берите. Попробуйте. Попробуйте. Открыть даже не могу. Господи. И, короче, я вот... Я сразу разочаровалась. Вот моментально. Вот как накрасила, я разочаровалась. Во-первых, у неё, не пойми, какая... Щёточка. Она вообще большая, неудобная. Вообще большая, неудобная. Ну, вот что это такое? Она комкуется. Она размазывается. Она вообще отстой, девочки. Она быстро сохнет. Вообще отстой. Не покупайте никогда. Вот запомните. Вот. Ле Туаль. Где вот написано? Вот. Ле Туаль. Вот такую вот. Не берите. Вот стой. Так. Что ещё тут у меня есть? Остатки. Остатки пудры, кстати, от Amway. Ну, ничего такая пудра была. Ой, давно это было. И неправда. Хотите, скажу, сколько у меня эти руми... Румяна... Не, не румяна. Как бронза... Бронзатор раньше назывался, да? Бронзатор, да. Вот Ariflame. Где написано? Ariflame. Девять лет! Представляете, она у меня? Девять лет. Она со мной кочует везде. По всем городам. А, кстати, вот такой блеск я брала когда-то тоже на видео школьный макияж. Вот, смотрите, девочки. Вот три таких цвета. Вот это вот типа матовая. Это такая увлажняющая. Ну, да, это тоже как бы увлажняющая. Но верхняя ещё, может, более-менее. Нижняя, ну, вообще, мне кажется, отстой. Как труп какой-то ходячий. Пишите, может быть, она мне идёт. Может быть, я зря сомневаюсь, зря расстраиваюсь. Мне кажется, вот эта помада мне лучше идёт. Пишите в комментариях, кому какая понравилась помада на моих губах. Первая, вторая или третья. Ещё у меня есть такой скрабик для губ. Вот такой вот, Ariflame. Мне кажется, он сдох уже. Потому что я тоже давным-давно его покупала. Он даже весь пошарпанный. Непонятно вообще, откуда, чё ты вообще, где ты. Короче, развалился. Непонятно, откуда и когда он вообще пришёл ко мне. В общем, я его тоже выкинула. А то, мало ли, на губёжки намажу. Потом они опухнут и всё, пипец будет. Я устала молчать. В общем-то, я скажу, чтобы люди не попадались в такую ситуацию. Вы спросите, о чём я? О чём я? Ну, посмотрите на меня. Внимательно. Вот так. Нет? Ничего не поняли? Ничего не замечаете? Нет? А вот так? Нет? Вот. Какая-то аллергия непонятная. Здесь вот что-то такое же непонятное. Аллергичное. Здесь какая-то шляпа. В общем-то, меня раздражает вот это вот больше всего. Скажите, что это за холера? Чем она заболела? Может, она вообще заразная гляда? Надо от неё отписываться? Нет. Не надо отписываться. Сейчас я расскажу вам историю. Я сходила как-то в один салон на чистку лица. У меня была идеальная кожа. То есть, были какие-то прыщики, типа переходный возраст и так далее. Да, у всех переходный возраст в разное время. У кого-то в 12, у кого-то в 15, у кого-то в 19, у кого-то по 30 стукнуло. В общем, у меня иногда бывают прыщики там. Я такая, ну ладно, что, замажу гелем и так далее. Ну такая, думаю, пойду всё-таки почищу личиком. И, в общем-то, я даже могу кадры показать, когда до было, и потом после. Даже фотографии где-то специально сделала. Типа проколы делала такие. Ну типа там прыщик какой-то был или жировик даже. Жировик, да, жировик. Он такой маленький, беленький. И вот его не выдавишь просто так. Его надо проколоть иголочкой, а потом выдавить. В общем, она такими специальными приборами прокалывала. Сейчас я покажу на фотографии. Вот, допустим, вот такими приборами. Видимо, она занесла, кто делал мне процедуру, она занесла мне какую-то холеру. У меня где были проколы, у меня потом стали покраснения. Потом всё больше и больше, потом какая-то аллергическая реакция стала. Я испугалась. И пошла, короче, обратно туда, в салон. Говорю, у меня вот аллергическая реакция, верните деньги и так далее. На что они сказали? Ну, у всех по-разному, ведь, как бы, мы ж не виноваты, что у вас аллергическая кожа прям вообще ничего не принимает. У нас же компоненты, косметика вся хорошая и так далее. Я такая, а вдруг она вообще не сертифицированная косметика, какая-нибудь подпольная. А вы тут чухаете всем сподряд. Вы сперва проверьте на аллергию, там, где обычно проверяют. На изгибе локтя проверяют. Мажут маленько. Если нету никакой аллергической реакции, то потом на лицо. Они этого не сделали. Понимаете? В общем, девочки, если у кого чувствительная кожа лица, то в этот салон не заходите. Я вас прошу, я вас умоляю, не заходите. Потому что, ну, последствия ху**а какие будут. У меня вот до сих пор какая-то, не пойми, холера вот сидит и всё. Вроде бы она уйдёт, и вроде бы она придёт. Ну, вот как-то вот непонятно. А на этом всё, дорогие мои. Всем, всех. Я забыла вообще, как я вообще в конце прощаюсь. Зашло я в это? Это что такое, Масик? Мусор убери. Чё валяется-то? А на этом всё, дорогие мои. Всем обнимашки, обнимашки, целовашки, целовашки. Всем пока-пока. В общем, я подсмотрела у одной блогерши, что она продаёт с подружкой какие-то ненужные вещи. Одежду, духи там и так далее на Авито. И для чего они это делают? Допустим, у подружки какая-то мечта есть, да? И они копят на эту мечту деньги. И у меня много, если честно, таких ненужных вещей. Это из одежды, это, допустим, педикюрный набор, там ещё что-то. Я хочу тоже сделать такое видео. Так что ждите. Скоро видео, наверное, это выйдет. Вот сейчас вот наговорюсь, сейчас выйдет видео. В итоге скажу, да ну нафиг какую-то фигню снимать. Ну вот будет и будет всё как-то. Давайте, всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok